Проблематика Углегорского района, одного из районов Сахалинской области, она как вообще проблематика в Дальневосточной очень сложная. Не потому что остров Сахалин острый, хотя это все усугубляет и усугубляет проблематику и сложность проблемы. И на самом деле еще более важным является то, что вообще непонятно что делать с малыми городами и районами, и это проблема номер один. И просто в такой ситуации, как на острове Сахалин, эта проблема на порядок проявляется более четко, однозначно. И если мы научимся разрешать подобные ситуации именно для таких районов, то дальше уже справиться с обычными районами у нас не будет никаких проблем. То есть на самом деле Углегорские районы, благодаря тому, что там собралась интересная команда, благодаря тому, что сам по себе район крайне интересный и обжитый не первый год и десятилетие, не связано это только и прежде всего с нефтяным или газовым освоением. А в общем-то район крайне благоприятный, как мы сегодня обсудим, и для сельского хозяйства, и с уникальным климатом, по сути во многом имеющим очень здоровый и даже где-то курортный характер. То есть в этом плане само по себе благословенное место, люди, которые там живут, и многие из которых не приезжие в первом поколении, а которые местные коренные жители и связывают свою судьбу и судьбу своих родственников именно с Сахалином и Углегорским районом. То есть вот сложнейшая территория с гигантскими проблемами, которые мы сейчас начнем обсуждать, и возникает вопрос, что в этой ситуации наилучшим образом можно делать. Я не буду говорить большого вступительного слова, я попросил бы у нас... Дэй Петрович готовился, да? Антон Петрович готовился, да? Да. Да, Антон Петрович готовился и сделает краткую презентацию, как он видит вообще, в чем специфика района и что с ним можно делать. Это будет презентация, ну в хорошем смысле, человека отстраненного, потому что Антон Петрович не живет в Углегорском районе и до сих пор, по крайней мере, пока на данный момент не связывает свою дальнейшую жизнь в ближайшие, скажем, 20 лет именно с Углегорским районом. Это будет некая такая в хорошем смысле объективистская, во многом сторонняя классификация, где-то жесткая, возможно, по ресурсам, по возможностям, по количеству и качеству населения и так далее. Вот, ну как бы, что с этим можно делать? Может быть, какое-то одна-два, один-два какие-то предпроекты, идеи, какие-то концепции. То есть это уже вопрос, который нам просто, в том числе для разминки, чтобы вообще к этому относиться. Вот, потом попрошу Александра Владимировича выступить, потому что я сейчас специально такую объективистскую задам, Александр Владимирович, я надеюсь, задаст, наоборот, в хорошем смысле субъективистскую, потому что он как раз представляет... Пессимистическую. А? Пессимистическую. Нет, это не важно. Это мы не в окраске, а дело в том, что субъективистка в хорошем смысле, или субъектностную, потому что Александр Владимирович – это коренной сахалинец, и человек, который, в отличие от всех нас здесь присутствующих, ну, просто он исходит не из абстрактной территории, которая где-то находится, и которой надо проникать, а из того, что это место жизни, развития его, его детей, внуков, и в этом смысле это крайне важно, вот эта субъектность, потому что без нее вообще ничего никогда не было. И дальше мы уже отнесемся к проблематике и поставим ряд вопросов. Также я хотел бы попросить Александра Альбертовича с точки зрения, когда мы будем обсуждать, казалось бы, достаточно уникальные вещи и специфические для Углебургского района, все-таки попытаться применить тот метод, который мы сейчас разрабатываем по отношению к малым городам и районам. И второй момент очень важный – это то, что, мне кажется, поскольку здесь есть еще такая, ну, в общем-то, безусловная дистанцированность и отдаленность от Москвы, от больших городов, любых. То есть даже Кострома, при очень сложной ситуации, Костромскую область, но, в принципе, там 350 километров, проехал 500 километров в центре Костромы, а это все-таки гигантская дистанцированность. Здесь, на мой взгляд, очень интересно, начинает возникать вопрос, поскольку у нас практически все районы так или иначе далекие, и до них не доберешься никак, помимо авиации, что очень важно, но возникает вопрос вообще об инфраструктурном обеспечении района. Я вот когда начал обсуждать проблематику Углегорского района вот сейчас уже, потому что мы достаточно серьезно занимались проблемами Сахалена 5 лет назад, и есть очень интересные наработки в целом про Сахален вообще, как делать, что, куда двигаться, но есть вопрос, связанный с тем, когда я сейчас начал заниматься, я понял, что у нас, какой бы мы малый город или район не обсуждали, у нас все равно возникает десяток вопросов, однотипно, где просто нужны ресурсы дополнительные, которые только в районе быть не могут, даже если мы туда каким-то образом завлечем гениальных, прекрасных людей. То есть это инфраструктура образовательная, инфраструктура инвестиционно-поиска экономических проектов, инфраструктура, связанная с тем, чтобы давать необходимые знания и поддерживать инициаторов, допустим, которые могли бы на месте решать свою проблему, обмениваться с другими инициаторами, в том числе замечательно, включая добровольческие движения и так далее. То есть возникает система инфраструктур, которую все равно придется создавать на нескольких больших ценах, для того, чтобы пронизывать буквально все 1800 муниципальных районов Российской Федерации. Вот мне кажется, в этом, кстати, я бы большой упрек сделал нашему Минрегиону развитию, именно в том, что не создается такая инфраструктура, обсуждаются большие всякие вещи, типа там федеральная округа, субъекты федерации, это все здорово, но люди живут в конкретно муниципальных районах. И по большому счету, я всегда говорил и повторяю, что мне кажется, основное для руководства страны должна быть некая карта из этих двух тысяч, условно говоря, муниципальных районов, где самочувствие людей, ситуация в этих районах и определяет действия власти. Понятно, что там есть губернаторы, они должны отвечать, но есть все равно территория, есть наше российское пространство, политика духовно-экономическая, и в этих двух тысячах муниципальных районах происходит своя абсолютно уникальная жизнь, которую федеральный центр должен максимально инфраструктурно поддерживать. Нам поэтому в этом плане здесь тоже посмотреть такие инфраструктурные сервисы и механизмы, которые нужно сюда применить. Хорошо, Антон Петрович, пожалуйста. Несколько слов, это, скажем, уже больше проектная часть, несколько слов о сотворении в городе Бегорске, в частности. В советское время, как нам сообщал Александр Владимирович, что это был цветущий город, там было куча различных производств, всевозможные молочные, фермерские хозяйства выращивали различные... Район, то есть выращивали различные культуры, созревали даже помидоры, огурцы и прочее. В настоящее время Ульгорский район и участок Ульгорска наблюдают тенденции по ухудшению экономической ситуации, в частности большим аспектом для них является этот ток высокого населения. Все-таки люди пытаются перебраться на большую землю, поскольку Соколин это остров. Естественно, в постсоветское время изменило и структуру производства, большой износ основных фондов всех предприятий, недостаток финансирования, инвестиций в новые отрасли экономики, участницкие рыболовства и прочее, и их развитие. Я бы хотел сейчас представить, так сказать, проектную задумку и объясню ее почему. Называется нам Ульгорский графитно-кремневый пластер или графитокремневый пластер. То есть, как бы, здесь скоро намевание. Посмотрим карту Соколинской. Ради бога, извините, что я его вдоль повернул. То есть, чисто с точки зрения природных ископаемых, это очень богатый регион. В частности, остров Соколин обладает колоссальными запасами, всеми известно, это углерод, это нефть, газ и прочее на севере. И на юге это, скажем так, больше секта, связанная с обычайом угля. Бурый уголь, окаменный уголь, фокс и прочее. Кроме того, то есть, остров Соколин богат различными металлами, полиметаллами, золотой, латиной есть, также аркутные руды. И достаточно, я бы сказал, с убытком, с копаемым, который используется при строительстве. Это песочники, этого камня, глинозем, известняки и прочее. Антон Петрович, а можно пояснить цвет? Вот этот бурый цвет. Бурый цвет это высоты. А, то есть, это чисто высоты, да? Да, это высоты, да? Горные хребты, да. Это географическая карта, просто сонизирована. Горные хребты, да. Откуда вообще родилась идея создания, так сказать, углегорского графина-кремниевого пластера? В первую очередь у нас, в Российской Федерации, формируется, так сказать, силиконовая или кремниевая долина. Она находится недалеко от Москвы, это сколка. Я считаю, что это что-то не совсем то. Если уж делать долину, тогда уже делать ее на крае нашей страны. Почему, я не понял, то есть, почему вообще к силиконову идете? То есть, как бы к силиконову... Кремниевый, 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 здесь кремниевый, да? Кремниевый, да? Кремниевый, кремниевый. Соль и Сибирская, это в Иркутской области, и вот, и в принципе, и все. И есть в европейской части, ну, не скажу, не помню, регион. Есть еще одно предприятие, которое принадлежит русал. А вот, на самом деле, то есть, давайте тогда я буду немножко непосредственным. Кремниевый, это элемент, который, в принципе, второй по Земле, после кислорода, содержащийся на нашей планете. И на самом деле он содержится регламентарно. Это песок речной, кварц, кварциты, кремень и полевые спаты. Его производство, его производство, оно, ну, достаточно, то есть, грязно, особенно, если говорить о поле, поле кремний, потому что там связано с флором и прочее. То есть, ну, тем не менее, если взять там, в частности, город Углегорск, я думаю, что развитие... Я прошу прощения, его очень энергоемки, потому что плавка, это гигантские затраты. Да, согласен. Но, тем не менее, тем не менее, я в конце попоясню, почему именно этот сектор взял. То есть, в производстве есть определенные технологические проблемы, но вместе с тем, остроксополин позволяет, ну, производить кремний. Причем различного качества, как солнечного качества, монокремний и полигремний. Что касается графита, то же самое. Графит, это субпродукты кокса и пека, допустим, что, я думаю, в избытке содержится в городе Углегорске. И если, тем более, в развитии металлургии, этот продукт будет сопутствующим. То есть, поэтому графит, как таковой, может быть, легко воспроизведен на территории города Углегорска. Из города Углегорска? Углегорска района. Применение графит, ну, то есть, как и кремний, они применяются в металлургии. Графит применяется в производстве электродов, нагревательных элементов, для получения активных металлов, производства всевозможных смазок с повышенной температурой. Как наплодительный пластмасс, для получения синтетических алмазов, это под большим давлением. Кремний же используется в основе электроники и также в солнечной энергетике. Теперь вернемся к вопросу, почему именно там и почему именно там. В первую очередь, это близость к рынкам сбыта. На сегодняшний день кремний до сих пор является дефицитным продуктом в мире и на него спрос только растет в связи с развитием альтернативной энергетики и прочее. Основные потребители его это Китай, Корея, Япония, а также средиазиатские страны, Тайвань и прочее. Поскольку в данных странах сильно развитая электроника и промышленно связана с производством соготочного оборудования. Также в Корее и Японии можно, в принципе, как и Китай, можно рассматривать потребителей графита, в частности в связи с тем, что на данной территории предположены крупные машиностроительные комплексы и крупные технологические производства, где графит в большой популярности часто используется. Оценка производств, на самом деле, то есть я здесь не указал, по большому счету, скажем так, по примерным предприятиям производства кремния, это порядка полмиллиарда долларов создания данного предприятия, а графита, я думаю, процентов на 30 подешевле будет. Вот, в принципе, на ваш суд данная задумка, критика и предложение принимается. Следующий проект, Юрий Васильевич очень знаком, на самом деле, я даже не знал, что он есть, просто я, то есть, на нашем сайте представлю, там, где нет проекта, а проект именно дороги на Соколин. Здесь я его немножечко посмотрел, добавил циферки, то есть, как бы, обсчитал и, то есть, сейчас его, как бы, немножечко расскажу. Это действительно, там, крупнейший проект, как говорит Якунин, в принципе, когда-нибудь мы дорогу на Соколин именно построим сами, а вот дорогу между, скажем так, Японией и острым Соколином, она под вопросом. Между тем, между тем, между тем, транспортные потоки из Азиатства регионного расположены именно так, либо по морю, либо с железнодорожным транспортом через Казахстан, ну, по Китаю через Казахстан и попадает в Европу. Вместе с тем, как бы, железнодорожные перевозки по себе стоят в 5-6 раз дешевле по домам перевозок. Не получится так, что если мы проложим на базе Устоколейки, допустим, которая идет по дороге, то это, наоборот, отрежет Углегорский район от артерии и так далее. По Углегорскому району не идет же железнодорожная? Нет, она в Нинске отходит. Я говорю, она там пойдет. Сейчас она не Устоколейка и пришивает у нас. Пришивает, да? Вместе с тем, я хочу сказать просто, ну, насколько, из общих источников, в Японии большой потребитель, как раз фактически Иисуса, в том числе и Угле. И я думаю, что, то есть, здесь будет даже двухсторонний обмен, то есть, не только экспорт из Японии, то есть, импорт в том числе, тем более с развитием, допустим, первого проекта, связанного там с Кремлью. То есть, я думаю, что тут будет взаимовыгодный обмен товарной продукцией. Есть примеры, то есть, я... Есть, естественно, общие мировые примеры. Это Вера Туннель. Его протяженность 51 километр. Затраты на его строительство составили 10 миллиардов фунтов. Этот проект был запущен в 1994 году. Его особенность, что проект реализовывался, начал реализовываться еще в начале 19 века, ну, то есть, видать, наверное, какой-то, может быть, небольшой злой урок, там, преследователь проекта его, он все время был вопросом, все время переостанавливался. Еще один в том же регионе, между прочим, проект, это Нель Сейка. Проект 50... Ну, то есть, длина его 53,85 километра, стоимость его порядка 3,6 миллиардов долларов. Но этот тоннель меньше в ширину, чем Евро Туннель, потому что Евро Туннель там три параллельных тоннеля идут. А здесь два. Ну, здесь один, получается, и двух коллег лежит. Это позволяет... Все данные примеры позволяют говорить о том, что в настоящее время, тем более, уже прошло 20 лет, технологии идут вперед, что на сегодня проект строительства вполне реален и, скажем так, будет более-менее обоснован. В частности, переход с острова Сахалин на материк оценивается по некоторым параметрам в 10 миллиардов долларов США. Существует даже проект 2001 года с суммой проиндексированной. То есть, по некоторым оценкам, по некоторым оценкам, только грузооборот между Сахалином и материком может составить до 9 миллионов тонн в 2040 году. Срок окупаемости 25-40 лет. Если говорить именно о туннеле, то есть, ну, здесь вариация, опять же, принимается не обязательно о туннеле, может быть, это будет мостовой переход. Если мостовой переход, то, я думаю, процентов не думаю, а на 30 процентов дешевле будет. Все-таки подземные работы это колоссальные капиталы затраты. А в подземном туннеле между Сахалином и Японией будет оцениваться порядка 50-50 миллиардов долларов США. Вместе с тем, чтобы данный проект окупился, пропускная способность должна быть 10 миллионов тонн в год. Я думаю, что практически это возможно, тем более в свете... То есть, вообще строительство данного туннеля возможно в настоящее время, потому что сейчас очень серьезный накал между Россией и Японией, в частности, тех же Куриевских островов и прочее. Я думаю, что данный проект может частично отвлечь внимание японцев. Вместе с тем, это в дальнейшем может играть политическую роль после загрузки данного коридора. То есть, это будет объект влияния на политику между двумя стран России и Японией. Окупаемость также в 20-40 лет. В принципе, все. Спасибо за внимание. Антон Петрович, Александр Владимирович. Ну, и относясь... Вы можете говорить, как раз выяснили? Да. Значит, я в отношении к Антону Петровичу, но главное, так сказать... Нет, не на одну. Там, где... в короте. Угу. Давайте его так раз выстроим, что там происходит, что есть. Угу. Вот это в твоей руке, да. Вы можете, в принципе, посесть и мышка показывать. Да, это. Я посмотрю. Перескор, вот это. Есть в городе Аранайск. Угу. Там сейчас собираются строить другую роль. Ни, на дистанции. Это было другое. Зачем это другое? Наши губернаторы. Ну, правда, потому что, первое, в денежке это нужно, что китайцы не вратили или не врачи. То есть, старт, где-то не просто. Но вычитывать надо, что здесь редактор равна, и здесь он будет помогать. Там где-то порядка 2 метра губернатора стоят. Это леди. С помощью бумага, в Одессе, все прочее. И загназали еще. Они это все знают. И вкладывают огромные, огромные деньги, мешоты маленьких и девушек, да? Есть предположимое, какое предположимое. Вот здесь вот, что углубернатор находится. Смотрите, есть вот флаг. Вот идет паромная трагедратор, да? Да. Она на много раз больше на расстоянии, чем между углубернатором и вами. Там практически, ну, вот я был потом малышом, я помню, что большие дяди для меня, когда между собой разговаривали на теракте, где-то, 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 где-то. Ну, пойдем, пойдем, посмотрим, где-то, где-то, где-то. Садились и другим. Вот. То есть, в этом же месте есть кое-то все вот, где-то. Если вы зайдете в Ростон-Корп, вы увидите там, так сказать, от порт, он социальный. Я потом порт на экране. Там, где-то на выходе есть, да, шпунки вообще заходят, наши браконировщики. Ребята, вот они там отстаиваются. Китайцы, вот сейчас я звоню, не дала. Северская держава, normalmente, да? Он, говорят, он отбивается от них всячески, от китайцы. Он говорит, где-то держит, где-то, где-то знать 44 тысячи крутых, это минимум надо выбросить и сделать порт. Я посмотрел еще, там не очень удобное место, что сразу придет зонка, пускай дорога. Я посмотрел, что проблематично зимой, там, я туда, полосы, да, у японцев, там шли транспортерные, они туда ездят. А вот теперь давайте прикинем. И Китайцы строят, у нас стоит, 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 у нас стоит. Выйти они туда, во-первых, практически не могут. Тот причин, что, если где-то от строительства полосы, то и к нам, он будет застреливаться. То есть идет индивидуально Южная Карелия, Япония, Санкт-Петербург, там Тайвань, там дальше Филиппины, и плюс еще где-то. Вьетнамка тоже сейчас маневр заезжает военность китайцев, америка нас. Так вот, вот у меня в мыслях, после того, как я это посмотрел, то есть где-то кераминские люди что-нибудь, знают то, что они сюда хотят зайти, и что они хотят просто превратить свой опыт. Это не так, ладно, вот, слышится, в Китае, когда наш губернатор ездит в презентацию программ разных, вот там, здесь вот они стараются строить большой гигантский, как бы, ингресская арабаточка, 12 миллионов рублей в год. Хотя эта фирма, которую строили, в Китае Сидии, она по всему Дальному Востоку будет 600 тысяч в год. У нас нет в год. И вот они вот строят, они как вот предоцинируют, что будет выводить огурец, панелы, разные изделия леса, лесных промышленностей, и плюс еще домой будут выводить семена. Семена они сами, допустим. Но если вот на это дело посмотреть, то получается, смотрите, что они спокойно заходят сюда, перебрасывают груз в него в воде и уходят в океан. Уходят через проливы, где был у кого-то, не замерзающий на курилку. А все говорил, детальский генерал, и когда он переводил неправильно, переводил нашу грузинам, он сказал, что надо сделать все, чтобы это просто устроился на курилку. Ну так, он было бы немножко. Вот. И мы неправильно переводили. Но цель у них есть. Понимаете? Это раз. То есть, не просто так. О чем другой стороны? Если там действительно какие-то будут проблемы, у нас ведь тоже вот этот партнер не задыхается, в принципе, да? Что от прямого сон края. Здесь же можно спокойно переводить. Вот короткий путь. Либо от Ингинска, да, строить жилищную дорогу. Там можно автомобильную дорогу или на прямой океан. Вот программа, думаю, просто. И, кстати, и полы, где книжку пишут. Что значит напрямую? Можно покажите просто откуда, куда? Вы имеете в виду, что Ублегорский район побережье? Вот, вот. Ублегорск, вот Баранас. Так. Узкая дорожка подъедет. А, то есть фактически Панамский канал? Нет, не канал. Нет, но я имею в виду как бы функцию. Да, вот. В принципе, да. Вот у нас Ублегорский район. Вот так. А Тамаринский выше, да? Тамаринский нет. Тамаринский выше. Туда, вот Тамаринский. Вот Ублегорск. Вот. Вот идет этот. Вот сюда. А вот Баранас. Буквально. Туда дорога и шла, в принципе. Она и сейчас идет. Она грунтовая, там, подальненькая, но есть. То есть, в принципе, вот. Участок и в этот порт, который они планируют большой сделать. Это вот раз. Кстати, вот на этом острове, на самом южном острове Кунашири, там на самой Юг, японий, примыкальный. Недавно появился фермер китайский. Он получил гражданство. Он получил гражданство. На него, у него работают 15 человек китайцев. Туда приезжал недавно бизнесмен. Пообещал ему 50 миллионов долларов дать на то, чтобы так развиваться дальше. Учтите, что, ну, тем товарищам, которые хотели там дать землю просто, наши власти не дают. А вот ему дали гражданство сразу. То есть, ну, понятное дело, что это не просто так же делается. И еще хочу подчеркнуть такую вещь. В свое время японцы, они там строили в этом месте порт самую большой национальность. Мы собираем строить, в 38-м году его начали. И если посмотреть со спутника, то... Смотрите на Глегорской? В самом Глегорской. Там есть речка Глегор. Само крупная речь по западному берегу. Они в этом устье этого порта строили порт. Собирали строить. Ну, все равно связано с вопросом пределы. И отсыпали там порт построили. Километровую, глубиную, вдольную, в южную часть. Там видно. Иногда подбереги, как смотришься, выход уходит. А со спутника хорошо видно. Идусь в этом Глегорке, идут, расширяясь, двери там только идут. Огнули. То есть, они предприятили, собирались, ну, как бы, одним главным органом. И он идут, проимон сахарили в главную дорогу. И первый секретарь Атома, который там создался, он хотел принести его в Глегорск. Вот это. Собирицу. Назвать его сахарили. Тем более, что, кстати, в Глегорске, в Глегорском районе сейчас есть еще один район, который называется, вернее, поселок. Он назывался Лиссоборск. И сейчас называется, там народы живет. Но там был Лиссоборский район когда-то. Понятное название. Тут Углегорск, там Лиссоборск. Ну, значит, там Лиссоборский. Идем и Валерий. Осталось там всего лишь три, может быть, то что пункта. Это Глегорский, Шахтерский и Вашняков. Это Тамаринский, то есть это Терновский. Он, как бы, закрыт, не работает. Но сейчас за ним даже некоторая драка начинается. Понимаете? Вот мне сегодня звонили. Ну, Александр Владимирович. Что надо делать? Войти и под обращаться. Потому что там китайцы просто давят со страшной света. Ну, нигде техники. Желание есть в обращаться. Вот. Что там было? Что там было? Вот там в книжке то, что я оставил. Там есть исторические интернет-справки. Производили, они выращивали там. В принципе, там не выращивали. Пшеницу выращивали. Было комбинат по муку делать. Вращивали там. Вращивали там. Вращивали, как его называют, риос. И выращивали они бобовые. Это сою, по-своему, еще выращивали. У них там была фабрика по производству пасты соевой. Ну, то есть, вы представляете, что там. Ну, там в книжке есть вот помидоры. Вот мы не ультые. Это наше уже. Поле идет и помидоры в росте. Это в инференке это воспалено, да? Понятно, да? Так. Что там было у них еще? У них было много зерософозов. У нас и они оставались. Эти зерософозы, они ели. Здесь и питомники были. Были у них праповые заводы. Были перерабатывающие заводы. Рубоводные заводы. Поэтому там орловидос и теталов. Это один из центров переработки. Естественно, тоже бумажная там промышленность была. Газета «Правда», которая официозно была в советской области, да? Печаталась на глибургской бумаге. В основном и работа, и обратно наша работа на танцевой глибургской. Он говорил, это уникальное оборудование, потому что в мире нет. То есть это старое оборудование японское. Наши умельцы там многие люди ему пределали постоянно. То есть усовершенствовали как модуль. Люди усовершенствовали, что на бумагу все допустим. Но новые, конечно, старые. Но, тем не менее. Продавали все это за рубеж и так далее. Короче, что стало при советской области. Остатки сверстнохозов этих нет. Там в основном можно выращивать на обзорах в Ленинграде. Там они золотые серебряные детали. Правда, это международное все. Там много у нас таких сверстнохозов. У нас сейчас ни одного нету. И семи комбинатов ни одного нету. Первый шаг, который запрет в Тельномстве, это которое там часами забор берутся. И поселок им понравился. Очень поселок. Там почти никого нет. Это ему здорово понравилось. Китайцы. Китайцы там работают только китайцы. Там есть одно небольшое предприятие. Она так называется в Ленинграде. Там есть товарищ, который возглавляет. Это русский. Ушку не был какой-то. Так вот, у них зарплата у всех 12 тысяч. У директора генерального 13 тысяч рублей. То есть налогов они действительно поднимали. Они не будут. Помог свой, все там свое у них есть. Значит, было у нас там более 10 тысяч коров. От японцев досталась порода рельчайшая. Это были шилифлизы. Их они из Америки привозили. И вот когда завезли, стали завозить 5 селецких своих коров. Там есть и Пензенское село, и Костромское село. То есть откуда люди ехали, они там вселились. Так вот, так сказать, компактно. И так в целом назывались. Мы привезли какую-то там старческую породу, которая привыкла к ленике шивать березовые. Скрестили с этой коровой. И эта корова стала уникальной породой получилась. То есть, если какой-то голова распределил, то есть, если давать ленике и не мыть посуду, она это таится не будет. А это в себя перерабатывало, то есть свою биомассу перерабатывало. Молоку дело, а молоку давало. И было несколько вот таким пунктов в прессоветской власти и в СССР. Это когда, ну, брионы искусственного семья, они такие брионы брали и развозили, замораживали и развозили по Союзу. Вот когда господин Зурков, который там привезли, да, он улучшал породу в городской области и это убрало от нашей сахалинской. Пригминал сахалинских коров и вода вывозили. И там это все и дело. Сейчас, конечно, это нет. Советались старички, которые таскуют, и хотят что-то делать. Но превратили сахалин в лошадь. Превратили просто отчетник, лес, немножечко. Сейчас запретили, лесоквозить. Вот что-то там, выргумент какой-нибудь не знаете. И плюс еще, увы, вот некоторые там есть, вот товарищи, нам там изображил, Осипов Старин, вот когда презентация, то есть это, он на инаугурации, скажем так, где-то, в Новом мэре, и старый вышел, и похвастался. Вот при советской власти, вот старый шахтер, именно шахтер, мне это говорит, это работает. Он говорит, полтора миллиона тонн вывозили, а сейчас до 4 доходят. И потом у нас спросили, говорят, зачем это нужно делать? И потом вывозили там каменную углу, там в США добывали каменную углу. И есть вот идея, если ты посмотри, как на Блюгорск море, с правой стороны, как галина идет, это Блюгорск, с правой стороны, там бурые угли. Эти угли никто вообще не прав, сейчас берут китайцы, рейсы берут, вот они там самсунг взяли, порт, портопонт этот, и не польский разрез, это Блюгорск уголь, это Блюгорск. Новые технологии появились в первом году, и они остались сгорать. А японцы, Митсуи там, она берет эту каменную углу. И вот по левой стороне этой долины, там каменные угли, тут угли уникальные есть, там у них более 7000, творность сгорания, мало серой, и, в общем, взорность маленькая, и они еще к тому же танцующиеся. В общем, я могу сказать так, что для поверхности добычи там не так много, потому что там процент сгры большой, и они, это падающие вот такие, так сказать, залежат. Много простов, и карельники есть, и вся первая. А для подземной добычи, там более 2 млрд кустов, ну, это последний в области все. Вот во время войны, кстати, там делали Кокса, вот в севере Александровских. Вот у меня там знакомый, мой отец получил много удовольствий, за то, что он наметает нил, как я там, ну, простейший, со стволами, ну, лиливые нилы, на том, как всегда, там что-то бывали, там дальше удача, здесь. Сада вам вверху, вот ехали стрелки там, вы же пуститесь, укачали, двое, это первые копии, которые фирмы представители, по сравнению. Вот, опять же, их закрыли, теперь туда китайцы приехали, опять приехали, на сквы товарища, когда фиксировали, начали, ну, закопили, целенаправлено закопили, там товари, и туда все. Вот. Сейчас вот эти китайцы, вот они не только китайцы, они только шоколады, они собираются на сквы шахту, более не менее. то есть, первые целенаправлены, то есть, туда внизу. Розов нам мало. Я вот сочетаю, у меня вчера взял, задиктовал, у него статистика была, по 10-му году. Вот. И вот он пишет, что, говорил мне так, что в 60-м году, в Голигорском районе, было более 60 тысяч, где-то я помню, там были школы, там на рекордном училище, утром летней, там много чего. Часто осталось 22 тысячи 300 человек. Из них детей 4 тысячи 800, 18 лет, это 2618 человек, пенсионеров, это, можно считать, чуть ли не половина, 8 тысяч 500 человек. Так. Кстати, в этом Голигорском районе в 2000 году, в августе месяце, было землетрясение. Она была сильнее, чем тот, которого мы уже слышали, в Девестном районе. Она там около 7 баллов было, 6 и 7 баллов, да? Десятых. Там разрушено жилья очень много. И которые, ребята там живут, с кем я беседовал, приходят, они жаловались, что, ну, там такие бывают щели, что руку просунули. Ну, земля играет, там, она то сходится, то расходится, и так далее. И кто там ничего делает, без того, не стал. Потом повторили землетрясение в 2001 году, и бы немножко так было прислали. Вот. Я думаю, если бы это была бы программа, вот такая же, как по Невесту, чтобы там снести вот эти все, которые стоят скелеты, недостроенные, брошенные, там был кабинат строительный, его ликвидировали, стоят одно пустые здания, строительных кабинат, его нету. Стоял кирпичный завод, я вот спрашивал, а это что? Это что? Я говорю, а это вот кирпичный завод, то есть кирпич выпускается, тоже его нету. Так вот, и жилье, 700 тысяч квадратных метров, 78 процентов износа. Ни одного здания нету, ни детского саняка, ни школы, ни больницы, сейсмого устойчивого здания ни одного нету. Там мы в свое время выделили, вот буквально на этот год выделывалась федеральная программа 150 миллионов рублей по всей Скраинской области на сейсмоусиление. Мертвые лица у меня 60 миллионов, из них в федеральной программе. Там они ничего не могли делать. Он мне и показался, и получил большую часть. Вот, но по большому счету эту федеральную программу у них плохо было. Сейчас, как он мне доложил, что в связи с тем, что они там уходит во себе княжество, где там, не знаю, что он делал в районе Востока. Вот, где-то министерство. И вот там собирается ускоренная программа, федеральная программа по ускоренному развитию Нитального Санта. Господин Мишаев занимается этим делом. И он собирается в ближайшие недели эту программу принять. Вот, если бы туда включить, по тому, чтобы вот это развитие, ну, то есть, вот так, невесткий район, снести вот эти все хибары и построить там, действительно, новые дома. с новым технологиям сделать поселок нормальным. А не так вот, кстати, в Невинске. Там, в Невинске, тоже строилось так, что один дом с монолитным домостроением, по нему потом показывают, всем чиновникам из Москвы стучат, вот, смотрите, железобетон. А заселяли в основном практике. Это фанера, утеплитель, гипсокартон, обшитый сайдингом, этим, и друг на друга лепят. Ну, то есть, у вас гастербатор, так живут, так вот, эти штучки, они гораздо прочнее здесь, да. А цена такая же, как железобетон. О них не случайно. Просто заселяли. А эти там пару домов, кто построили, ну, туда заселяли в Каспийскую, лучшие люди там и так далее. Вот. В таком плане. Ну, я думаю, вот в этот момент, там же даже дома у меня. Найти кого, чтобы разобрали вот эти дома недостроенные, которые стоят, ну, я думаю, ну, это же экономия, как можно разбирать эти монолитные дома. А их просто разобрать, чтобы очистить. Вот, если программу вот создать, не успеть бы войти в эту программу, чтобы деньги выделили, можно было бы показать, как мы можем строить и на Дальнем Востоке и дешевое, и нормальное жилье для людей. А людям главное жилье я работаю там. Да, и там более десяти тысяч квадратных метров, десяти тысяч гектаров, вот, я сейчас и читал, вот, сегодня утро. Вот. Это, вот, эти земли, так сказать, пахотные земли. Не пахотные земли, там еще больше, там колоде последствий. Вот. и коросы там разные. Трава роет травы, там для того, чтобы пастись коровы, там немерено. Вот. То есть там не зря было более десять тысяч коров. Сейчас осталось этих коров, сейчас скажу, что у них осталось. Осталось, вот, из десяти тысяч, осталось тысяча восемьдесят шесть голов. Но это надо понимать, что там выкинули. Вот. Молота эти коровы давали от четырё с половиной до шести тысяч литров. Это, то есть, необыкновенно, вот эти коровы, вот, там, Никита, и Кормили их, естественно, я могу сказать, покормили. Всех выгоняли, брали косу, и начинали косить шуток. То есть, особо кем там, разносолов у них не было никаких. Ну, в самом очереди, там, променую муку делали, там, эти, помните, такие, да? Вот, и это всё, что было. Сейчас, при кормлении, вот это нормально, они могут и больше давать. Ну, как ухаживают, это будет давать. Свиней там было тридцать тысяч. Больше тридцать тысяч. Сейчас в сто раз меньше. Были там птичники, пасеки были, не было ничего. Короче, как порушили это всё, я думаю, этот район, самое больше всего, на столе не пострадал. Потому что, ну, считайте, так 50, если так не брать, вот эти 60 тысяч максимум, так было 52, осталось 22. То есть, полностью оттуда народ полностью вывезли, и его возделили целенаправленно. Выдавали, шахтерам, шахты закрывали, им давали сертификаты, чтобы от них отоваривали, где-то, получили квартиру. Но, в самом Сахалине, вообще запрещалось их, как говорится, реализовывать. И многие, многие, товарищи, родители, выезжали просто в город Хабаровск, там продавали, возвращались назад, купали где-то, в квартиру, в городе. То есть, вот такое, то есть, по большому счету, настроено было это, где-то так, что приедут в веселье. И это не мы, мы думаем, они прямо так откровенно говорили, нам, может быть, сейчас недавно их заставили, вот эту программу федеральную переселение учиться, они долго упирались, мне сказали, в миграционной службе. И они там придумали, вот это, на кого долго перепирались, кто будет за это отвечать. Сейчас они вот, переселили там, три или четыре человека, показывают, приехала там старушка какая-то, сына, фельдшер, она там ничего не знает, она там прислать, приучиться, и вот, и вот, да. Почему я хотел туда, вот эти казаки, в получении того же, там у нас квалифицированные специалисты, и семереческие эти казаки, то есть, это, перелизия казахстана. И они, ну, я думаю, можно их убедить, чтобы они в Москве поехали. Хотя их называют «Крайсвет», я считаю, это начало суток. Хотя у нас проект, я не знаю, там есть «Крайсвет», это, что называется, «Крайсвет», я считаю, все подходят, сможет, люди, друзья там. Ну, я думаю, это начало. У нас такой цель. В Японии рядом, А через этот забор, там чуть, как бы, с Восточной, там, в Соединенных Штат Америки, в нашем районе, Тот, который в нашем районе, и все остальное прочее. Так вот, я думаю, если бы взять, вот создать, типа, это, био-городка, что это, это самое, там, био-городка, там 80 луков леса, вот такие лесу, запросто можно пилить. То есть, его убирать, перерабатывать полностью, вот здесь там вот это делать, премиксы делать из этого, прочее. То есть, чтобы было, меньше отходов, а больше прибыли. Это вот это, да? Ну, даже тоже, дерево классного курса, вот здесь вот, если кият, вот эти древесные, отходы, там, те же бутылки, получается, замечательный вечер, и кидаешь, у нас и продают, всякие, водилки. Если там сделать, переработку, агро, вот этих, моря, культура, у нас очень много, всевозможных, и глухожих, у нас, конечно, нет любителей, но есть много любителей, в основном, в Ипонии, но он стоит из Камчатты, и неделю до 600 килограмм, когда он продается, морской бюджет, замороженный. Но проблема была, сомнение и мороз, когда морозит его, он немножко короче, начиная от этого, там, 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 в море, в море, море, здесь богатый. Татарский пролив, богатый. Я могу сказать, что сейчас там есть, горизонт очень много, очень много, там, 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 вот этого, морских машин, его, почему они не брали, не любят, потому что далеко, они обычно идут с Хурии, там, раз, Набрали по водолазу, сбор водолазов, выбирают ему быстро, он вчера на боях, ну, хватит, и быстро подарит. Хотя это плечо длинное, но если бы нам оставить в большой заводе, ничего сложного нету, в принципе, его разбивают все девушки, которые сручат выбирать категории, красноватый, черноватый, я не пинцетом это все перебираю, чтобы выбирать, но тем не менее это работает и хорошо оплачивается. А сколько ледовый период? Ну, будем считать так, там год на год не приходится, но портопонты замерзают, если да, то это бывает и не замерзает в декабре. Вы считайте так, это декабрь, январь, февраль, март уже открывается все. Но я когда там жил, я жил прямо на берегу, рядом с портом, на Егорском, там вывозили тогда бумагу, лес, уголь там никто не занимался, голову не могу прийти, что уголь возили через весь город и так далее. И завозили товары, потребление там. Есть там в Любовске еще один, южный, так называемый, тогда китайцы уже залезли. Это был рыбацкий, там рыбаки стояли. Рыбаки и было, забыл тот пуд, который перерабатывал все хозяйственные продукты, там пасили капусту и все, и развозили в Магадан, на Тамчатку. Так вот, я вот насколько помню, что из окна так смотришь, ну вот это дерево, так как припасть стоило, иногда такие волосы, как каналы. И был обыкновенный буксир портовый небольшой, потом пробивал канал и баржу брал, их шли баня на них. Все брызовы шли сразу напрямую из баня. Баржу припозили, поэтому и цена была другая. Сейчас же везут парома. Паром этот берет деньги такой, кого-то на самолете везут, потом везут из Томска в Юрис-Калинск, оттуда брузят на машины и тачат уже в Любовск. Это получается 320 километров, они повезут и сами понимаете, что получается. А сколько километров Ванина и Любовск? К примеру, грубой. Грубой, ну где-то миль сто там. Миль сто, не больше. Миль? Миль. Ну, в смысле... Километров 160. Одно. Да, да. Ну, миль у нас, наверное. Да, да. И 80. Да. Ну, нет, это не больше. Ну, короче, она в три раза короче дорога там, чем до этого. До... до Хлопска. Тем более, возить-то, собственно, там нечего же стало. Понимаете? Это раньше там было много паромов. В час паромов угнали. В Калининград ушли. И там единственное паром возят. Это еще, ну, который может перевозить любые дороги. Вот. Все страны, они ходят на одной линту. Там, вот, на них выфинтовывали. И вот один идет на одной линту. Второй неделю они в Камчатке поворяются, чинят. То есть они не спешат сюда идут. И если бы просто вот перевозить. Даже есть такие поворжи. Вот, китайцы строят. Да, вот построили по программе вот этой федеральной. Для Камчатки. Построили их. Словенок для Камчатки. Называется. Название у них. Вот. Эти поворжи. Специально командоры туда-сюда ходить. Они сюда берут и машины. Она осушаемая поворжа. И она берет и машины. И берет вот эти кондейера там достаточно. То есть она может выкатываться на берег. Открывать. Угружать и прочее. Это было бы намного дешевле для вот этого. Тамаринского и Юлюбовского районов было. Ну, там есть сейчас еще дырка открылась одна. Что стали ходить на материнку. То есть Хабаровского самолета. И пускали его один раз в неделю. И Шахтерска. И Шахтерска непосредственно. Там аэропорт. Которого Юлечки называют авианосец. Потому что он так расположен северо-запад. Северо-ювосток и юго-восток. С одной стороны когда летается с моря. Но с другой стороны они не будут заполучивать. И он бежуретами. У меня было бы не стуховино. То есть это не авианосец называют. Но торт. Туда спокойно. Мы будем летать и не заполнить. Потому что сахаринские авиатрасы. Они возят. Входят в Акадай. В Акадай. В Акадай. В Акадай. В Акадай. А у нас в книжке есть фотографии. В Акадай. Там действительно архитектурные памятников. Японских осталось. Очень много. Там вот я вот когда говорил, что это мистец. Ну что. В Акадай было. Японская драма сделана. Вот. И вот там есть храм вот этот. Это Сувак. Что это называется? У них, собственно, они деревянные. Остаменты. Ну да. Это сделано с памятниками. Они продумаются до них. И там храм сверху. Это все сохранилось с деревом. С сменой, с коридором. А в частности, на месте, это все есть. И есть там такие вещи, которые его не уничтожили. Они сохранились в Ульбовском районе. Это один из них привезли. В музей, если вы уже в столице. Там, когда был пульт оператора, Сталились его отреды. И вот там, это, Группа Вечерина. Скажем, конституция для простого народа. По образованию, что это не опечатано. И здесь стоят. Вот. В Японии после войны уничтожили. Это не красный. Не красный у старейшек. Пусть его там уничтожили. У меня уничтожили. Вот там у нас остались. Старики у вас и приезжают. Для молодого интереса. Это восстановить не будем. Это все. Сынбирский кран и все. В городе. Это Олголинбургский? Это в Сумоволинбургский. И там идут дороты. Потом стоит их вороты. Вот такие там. Ну знаете, это своеобразные. С этими столбами. Потом поднимаются. Еще одни были ворота. И там начинается разрастение. Там всякие. Какие-то. Ванны какие-то. Ничего. И он себе не спрашивает. Они не любят о них рассказывать. Стесняемся. Вот. Вот. Обственно. С этими ваннами. Да. Пойдем дальше. Что там еще осталось? Осталось у нас то, что есть три источника. Где японцы идут. Ванны. Именно лечились эти лечить коммуникации. Лечились. Чтобы умереть здоровье. Идут эти лечники. Вот. Сейчас они уже ворота. Небольшая. А рядом. Это Лисоборске. Там находился туберкулезный. Детский туберкулезный. Санаторий. То есть там долина. Вот. В Лисоборске. У нас только целебный возраст. Это Лисоборск. В Лисоборске. Вот. И в Лисоборске находится. Опять этот. Вот. Врач поминания. Богоморочек. Хотел. Что надо сделать заповедник. И объявить. Чтобы доступ был. Птицы вырочат. Там более тысячи деревьев. Их растут. Я. Всего. Говорю. Что он это не делал. Что он просто на спине. На спине. Говорю. Не знаю. Тысячу лет стоял. А то стоящую. Тысячу лет стоял. Покажешь. И пальцем. Никто не знает. Он знает. Но я знаю. Но. В Южном Сахалинске. Об этом не знают. Не знают. Что есть. В Тамаринском районе. Там большая. А даже лесники. Там. И растет много. И кедра. И москета. Корейские. И прочее. Тоже. И чем они больше забывают. Тем больше. И больше сохраняются. Вот. Но если действительно охранять это все. То да. Тогда. Может быть. И стоит. Вот. Ну. Что там еще. Кстати. Вот эти углеводороды. Там. Где горячий. Этот источник. У меня где-то фотография есть. Вот. Я не привезу. Тут. Вот. Желтая труба. Есть. Вот. Небольшая. Эти площади не отработали. Никто туда не снимали. А так. Все площадки. А я посмотрел тогда. Сходил. С. Геологию. У. 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 В связи с тем, что работы нашим программистам, которые работают в Америке, в их местах стало меньше, с обращением началось. Можно взять программистов, работающих там, и взять из Индии, привезти, построить поселок, и можно зарвать много-много денег, миллиарды всяких и прочее. Ему сказали, что нам это не надо, нам это хватит денег. То есть, какое-то отношение к этому, поэтому ждать их ничего не стоит. Но если протолкнуть вот эту идею, чтобы федеральная программа, хотя бы по магнитажным строительствам, потому что нам это будет как-то и обидно, получается, не успыдали, хотя землетрясение, а там все разрушено, как-то и за БДБ стоит все это, и это не так же. Но люди тоже есть те же самые условия, что это так же не трясло. И заодно можно показать по данным результатам, что развивать, что развивать, потому что там уже это все дело поднять. А там можно делать работу, что нужно, а там можно вот это заняться. Тем более, я еще скажу, что в первой декаде июля Ишаев собирал в городе Благовещенске всех руководителей областей, регионов, и начал такую программу. Они там начали писать на видео о, как сказать, продуктовой небезопасности, вот этой, да? А так как у нас, он тоже не улучшается, не улучшается, то есть производство молота, там 22% было, где там, как, процент, скинули, все остальное производство, в том числе из Москвы, всякие чашки голубые, деревни, там, потому что все это то везет с самолетами, и, сами понимаете, что это не молоко, и состоит у нас в неделю в холодильнике, а потом в черниках, например, если ничего с ними не делается, да? То люди хотят, там, богатых там много людей, потому что они работают на таких проектах, и им тоже какие-то близкие достаются. И все хотят, есть вкусно, хорошо и долго живут. Вот, у меня есть товарищ, у него тригитара, недалеко, вот этот, у Южескалинский, и вот он там теплица завел, ему приезжают друзья-бизнесмены, и говорят, ну, тебе только помидоры будем брать, потому что тепличные. Помидоры, они уже тоже экологически нечистые. Потому что туда начинают добавлять, ну, с китайцами соревноваться сложнее, вот они создали сначала стогаревые бренды, что они китайские, какие наши хорошие, а теперь вот они начинают фирму, это несложие, вот, стоимость понизить, там, не знаю, что-то необычное. Ну, а люди-то знают это, естественно, и хотят продукты экологически чистые. Вот так он буквально. И если же вот подумать о том, что там действительно как порт вот этого создает чудо, если, говорится, не дай бог, это война, они не знают, что-то сразу сгадутся, а может сопротивляться будет. То выход в Тихий океан эти порты сразу перекроют, они управляются сейчас уже, с густой, вот так получается. Я думаю, у меня, чтобы там прислали какой-то товар, сейчас он уже полтора месяца идет, это из-за того, что раньше, вот три недели, марсу уже положили за дорогу, сейчас вот, это диабеты, что новых нету, и никто не скажет вам на рейдинге. Вот, кстати, так же. Вот, то есть, можно попробовать вот эту штуку, именно, чтобы подальше отъедить в этот конь и прочее, с фрагируемыми восточными, то есть вот этими, ниже и группам, и группам, замерзающие, и катеринные проливы, и другие, и вот там, это выход в Тихий океан, просто, я так кажется. Тем более, что дорога железная, она идет, которая идет на Ване, она идет, она идет, это по Баму идет, это идет на Томсомольск-Наури, и оттуда ответвление идет на Ване. Это дорога, которая идет, сейчас старая, еще в Транс-Сибирске, она идет без китайских границ, автостроить-то начали из этого, чисто. Мало того, что там, минеральные ресурсы взводят, что-то не понравилось, но плюс, еще, чтобы отвезти ее подальше, то есть, ну, в это время, вырыться в помощь, там, как же на Вангар-Жанску было при военном, он расположился в других местах, вот. Если учесть, что там, сейчас, самолет, даже садиться нет, в Хабаровске, не нужно, то есть, это вот, как-то скрывать, или более, так, в уссурийской дороге, то там, там перерезать, сейчас, дорогу в Хабаровске, просто, не умеет, там, стрелять, это все рядом. Поэтому, ну, та дорога, она другой случайно приедет. Понимаете? А туда, от этой дороги, и, по-моему, это, есть, это, где-нибудь, конечно, с Хабаровском. Ну, я же говорю, рядом, опять же, они его называют, Владивосток, это своим названием, это их не будет, как они называют. Владивосток не может быть. Нет, все понятно, там, Селихино рядом с Хабаровском, и в Гатогибе, да, это, оно и входит в проект Моста на Сахалин, оно сразу и входит, естественно. Там перешивается, на Сахалине дорога, а... Ну, разделся на параллельно, так шьется, как бы сказать, делается. Ну, дело в том, что я, когда был главный инженера, привез, что это будет, это, Сахалинский, он мне, все это реанимируется, вроде, Шаев сказал, что опять надо строить, но сказал, что-то, что-то не делается. Вот, он мне показал проект. Такие два года, их там долбили, потому что проблема в том, что Ишаев только позапрошлым году впервые с этим согласился. Потому что до этого это рассматривалось, я совершенно не понимаю, почему, потому что вводится север весь Хабаровского края в реальную жизнь через эту дорогу. Ну, в Глазаре, в Глазаре, в Глазаре, там, и там, естественно, эти туда-турбаковые, как бы, незаконно проложили, и там грузится сюда нефтью, которую они, в Глазаре, не собирается перерабатывать. Поэтому, я думаю, сейчас вопрос на самом деле это политическая воля в стране федеральной. Вот, вы сказали, есть же сейчас вот это принимается в Ускорье на развитие Дальнего Ускорья. Я понял, понял. Ну, пока она ничего не принимается, пока она там фантазируется, пока не принимается. Я понял, понял. Да. А там мне он что-то показал. Он показал мне, говорит, вот, посмотри, у него там красивые мосты, нарезованные в таких туннелях, а он мне говорит, смотри, вот здесь вот ТЭО давно уже есть у югонцев и корейцев через Усиму, и вот через корейские вот эти братские страны, и на Китай, и прямая дорога, там через Мамерку, тогда это, они не зря похватывали, да. Наверное, поэтому американцы и дружбу не дают им завести. Кто торпедами стреляет, которые, потому что потом вновь у них ездят, и еще что-нибудь. Вот. Почему они дружить, они собирают дружить, вначале, они собирают макияжцев, что-то не дружить. Ну, им это не надо. Поэтому там они будут долго подмотеть, но, тем не менее, если вот это дело нет, это надо. Ну, хотя бы пустить в обыкновенный какой-нибудь суд в федеральной программе, что, который одинаков пять или четыре судна вот этих сделают, которые могут разбежаться на Суджатском берегу, то как раз товары будет намного дешевле, и экономить. В общем, это мы уже повторяемся, да, поняли. Так, что еще? Как сказать? Вы целую программу нарисовали, которая лет пятьдесят, да? Три. А я считаю, что нужно, вот я лично считаю, что в первую очередь надо делать то, что самим заботится. И как-то подключиться это людей переселять, строить. Нет, нет, здесь это все правильно, это все правильно, я с вами абсолютно не согласен. Есть ли с ним хозяйством заниматься? Нет, я с вами абсолютно не согласен. но основной другой вопрос, это как правильно подать району и вообще в целом. Я уже не говорю там про политические вопросы, так скажем, отношения. А кстати, вот... Кстати, я вам честно, вы мне вопрос задали, вот, губернатор, или прочее, Я могу сказать, когда соседи продвинут своего товарища, который, мы берем корону, просто, мы берем всем району, потому что он северно-пустой для веки, погубит губернатора и его окружения, не очень худеет. То, то вот товарищ, что там изображен, господин, они ему попросили это двинуться. Он ушел как бы в отставку в последующем году, в области, и остался за него вице-багазар, вице-мэр Крупунов. Он там три месяца был до того, когда прошли выборы, и остался, но ему пообещали, что он пойдет в министерство ЖДК и энергетики, вот, он остался, был где-то вот в апреле месяце, он работал вместе с, и фамилией, мы раз пообещали ему забирать, забирать его, потом скучать, начали тут перспективы, и он остался без вице-мэр Крупунов. Он стал уговаривать того товарища, который туда Третьяков был. А Третьяков там возглавлял что-то, и его в свое время требовали, чтобы он налет какой-нибудь компромат, в общем, через суд снял его. А он отказался быть, и я не буду это гиблое дело заниматься. Подал заявление, я рассчитал, слушал. И стал работать в университете, который называется Федеральный Дальневосточный университет, но там преподавал. И я знаю, что Фомин был раз в Третьи попытки. Работает, в смысле, в Головье-Востоке? Нет, это федеральная, но у нас филиал. Филиал, я помню. Вот он в филиале работал в этом. Но он его среди попытки уговорил к этому. Да, он сейчас назначен. Да, вот он один там был, и вот он уговорил, поэтому там никаких поисков против губернатора нет, он совершил. Просто он в команду себе подбирает, прямо как он будет честных людей. Он говорит, тем более, он порядочно поступил, он просто отказался от этого делать. Делать, такие вещи. Он просто сам. Но ему и оставаться нечего, не ушло, потому что он не очень-то хотел бы найти вице-молюб, потому что работа не была уже. Но тем не менее, я думаю, если вы захотели, то если бы нашли, вы, конечно, свои дела, но, наверное, они не хотели. Каких-то целей не было. Как в свое время поступает и за два дня до выборов, губернатор сказал, что Львовский район будет одной из точек роста Сахалинской области и там будет значит, придурок приедет в Сахалинской области. Построить очень просто это там. Построить 200 тысяч жителей, Львовый дворец для обслуживания 200 тысяч. Что-что такое, построили железную дорогу до Львовского и электростанцию подальше до Львовского. Кстати, электростанцию собирались там строить и вот по поводу этого, говорили, или Кремнии и прочее, там собирались и идея была построить алюмининг завод. Я знаю, мне это говорил замгубернатор они тогда приезжал в Дерипаска, мы скоро заживем. Я это все... Я все в тихом божестве. То есть из Австралии будем везти по всей этой здесь сделать, оставлять грязь и увозить ее куда-то там дальше. Вот такой герой. Хорошо. Арсенович, сейчас давайте просто попробуем обсудить этот кусочек. окей. Александр. Дмитрий вылетает в инфраструктуру. Александр, пожалуйста. На самом деле это был посторонний человек в инфраструктуре. Основное это как бы правильное начало будет инфраструктурное начало, которое поможет тем тем самым по ежам, по игре этому предприятию нужен будет выход на землю небольшой. И без нормального сообщения не получится. Но тут может быть не эти баржи, что-то замерзает. Замерзает. зимой не будет работать. Ну почему? Если портовые буксиры справлялись, они сейчас справятся. Просто никто этим не занимается. И ведь паранайский порт круглосуточно работал, он тоже замерзает. Там не ледоколы, а обыкновенные буксиры. в 50-х годах у них обводы странные непонятные. Но они запросто справлялись с этим. Пробивали, торили дорогу, а дальше метров 200-300, 500 метров бывало. и там чистая вода. А вообще там, конечно, все-таки есть свои сложности чисто и климатические и так далее. Но в принципе 200 километров от Вани. Потому что Ванино сейчас все-таки это мощно развивающийся выход в Советскую Крагу. Выход в Ван. Вот так, да? В принципе 200 километров вообще с точки среди по морю перевозки. При том, что там течение достаточно сильное по-моему, да? Нет, течение там не сильное. нету таких экстремальных нет? Нет, нет. Там зимой бывает паром застревает там ледоколы. Но это это у Ванино. В принципе да, у Ванино. Потому что течение идет вдоль татарского побережья, вдоль Сахалина, там теплое Цусимское течение. А возвращается оттуда холодное из Охотского моря. по Углентгурской линии теплое, а по западной стороне татарской идет холодное течение. А там поэтому... 200 километров можно это вообще как-то, я не знаю. Это очень мало. На одном винте за полкня. Я не говорю, то есть в принципе можно просто какое-то исходное флакиво минимальное, очень простое, очень дешевое, не каких-то там супер судов, да? Да, но вот такая баржа, она недорого стоит. Да. Это очень недорого. Где-то чуть больше миллиона долларов стоит японская баржа. в Китае строится. Баржа такого типа. И то новая. Да, да. Спасады же вещи. Потому что, если я правильно вас понимаю, Александр Ильич, то если в принципе появится достаточно свободная возможность на тот же ваня выходить, то это сразу раскупали район, и по делу, не говорили, из Хомска, то есть вниз, а потом вверх уже по земле, то есть что-то такое. Вы знаете, я прочитывал, получается так, что и углегорств это же можно было возить, потому что это бы просто-напросто вот эти, там же монополисты они, вот эти паромщики. Понимаете? Туда заходят фуры и идут, допустим, в Владивосток или в Хабаровск она идет, и они просто берут большие деньги и там она, товар сколько стоит. Просчитывали, до Москвы хотели отправить в репродукцию. Там иногда запирание происходит, нельзя вывезти, потому что цены сразу поднимаются, но допустим, не знаю, ну грубо говоря, стоит 80 тысяч, да, этот флагон там, рефсекция, потом она сразу же становится там 280, там миллион, допустим, ну, в такой ситуации правильно будет перехват грузопотоков из Холмска на Углегорск, и уже пойдут даже те грузы, которые в Холмск, они пойдут через Углегорск, потому что уже не будет этой монополи, если ситуация по себе такая. сюда просто могут разгружаться, там перерабатывать. Но 2 метра, если, как вы говорите, очень мало. Что 2 метра? Глубина. Нет, это 2 метра глубина паранайский. Паранайский. И то там вывозили, и там много вывозили сейчас, да, и там просто эти рыбную переработку, сделать переработки рыбы, как и было, то там же можно сразу и продукцию отправлять уже готовую. То есть сразу раз в ревсекции вставить вот эти ревконтейнера и отправлять их, потому что все стараются и уходить в находку, в Владивосток уходить, да, но там как раз сразу будет запирание. Кстати, там паника была в прошлом году, я вам расскажу, это очень интересно. Китайцы строят ледоколы, и они уже пытаются пройти северно-морским путем, вот, и там в Владивостоке, при море была небольшая такая, сказать, ну, как-то небольшая дискуссия, там была такая, паника началась. Почему? Потому что провезли северно-морским путем рыбопродукцию отправили рыбопромышленники, и она обошлась им в три раза дешевле. Да, я не читал. Понимаете? А они начали там, как же так, мы тут все достанем все без хлеба, туда-сюда, и вообще мы сейчас все, мы тут бантики начнем повязывать везде, но бантики они не повязывают. Понимаете? Поэтому сейчас китайцы ледокосуют, и вот он собирается ходить этим путем, открывая эту дорогу. Понимаете? То есть, в принципе, если сразу на Софгаване это сделать, на Ванина, выход, то было бы здорово, чтобы загрузили и отправили и продукция дешевле стоила бы. это касается Южно-Соколинска, там из Холмска хорошая дорога идет, Южно-Соколинска. Из Южно-Соколинска замечательная дорога идет. На Холмска? Да. Ну, там понятно, там на Холмск перевозят, а Южно-Соколинска поездки? Ну, и почему? Если цена будет приемлемой, они повезут и туда. Туда не дорога, это не такая далека, 300 километров, ну, 4 часа они едут, допустим, да? Зимой они быстрее, там меньше колдобин, как говорится. В целом, выиграют все, потому что конкуренция появится, и эти монополисты вынуждены будут снижать все, и весь Сахалин. Нет, мы не предстоит такая, значит, нужно свой спор. Да, да. Да, да. Вот, вот, вопрос. Да, да. Тогда они снижают, тогда они цены снижать начнут, они же конкурировать. Это понятно. А так, я говорю, цены, понимаете, доходят до того, что люди не напрягаясь зарабатывают деньги так. Берут Хабаровский, покупают какую-нибудь штучку, тут ручку, она там рубль стоит, у нас она уже 2 рубля стоит. То есть, вот такая разница в цене. Такого быть не должно просто в принципе. Хорошо. Еще какие? Ну, экраноклана отработает, тоже идеальная площадка. это уже, я вам скажу, куда. Это надо на Курилы. На Курилы ходит один пароход. Туда попасть практически невозможно. Там туманы. Вот товарищ Ельцин там летал, чуть не разбился. Вот. можно чуть-чуть. Да, мне показывал летную книжку, пилот там, он у меня расписан там. И он добывал керосин, когда было тяжелое время. Ну, а потом время стало получше, ему чуть морду не набили, он перестал показывать. Вот. Я ему говорю, ну, что ж ты не разбился вулкан Менделеев, мы тебе память поставили. Он говорит, я погиб. Он говорит, ну, я тогда тебя ж не знал еще. Мы тебе поставили, не знаю, тебе память. Вот. Летал туда и Медведев, вот, это самое, отменяли, то полетел, то отменили, потому что там неожиданный туман и появляется, и аэропорт закрывается. А чтобы купить билет, когда там начинает сезонная миграция, это люди в отпуска едут, и плюс туда едут люди, туристы, вот из Москвы едут там погулять по этим вулканам, и едут люди, которые работают на рыбу, обрабатывающие, и там буквально сидят на мешках, на этих месяц буквально, понимаете, вот он приехал и сидит, и не может домой попасть. А было там два парохода, Мария Цветаева, ледокольного класса, это тоже, правда, Фархудина ледокольного, и его угнали в Антарктиду, он ходил, начал австралийцев, там, новзеландцев возить в Антарктиду. Один рейс, другой рейс, потом сразу же появилась новая фирма, какая-то ее перепродали, и он ушел, и остался один в корабле. Грузы возить там тоже довольно сложно, поэтому там цены очень высокие. Поэтому и туда снабжение, если бы там наладили, было бы здорово, там цена все в три раза дороже, именно вот из-за этого дела. Контейнерами там возят они пяти тоннами, потому что не берет он больше. Но, это немножко как бы понятно, но тут, мне кажется, очень у вас интересная мысль, для меня совершенно новая, я до этого вообще не думаю, не встречал. Это, конечно, в Львовску паранайский коридор. Да, там дорога идет. Сколько там километров? Примерно. Ой. При всей там приездне, вот так реально. Ну, там на Смирных выходит дорога, и она и сейчас есть, по ней ездят там любители, так сказать, из Башнякова идет, дорога на Смирных. Вот, если там, ну, сколько, ну, километров меньше ста километров, километров шестьдесят, вот так. Ну, вот эти они, на скидку так глаз прищурят. Ну, в принципе, коридор интересный такой. Он бы в этом смысле... Ну, дорога-то получилось бы, дорогу просто построить, дорогу, она бы намного дешевле. Уходила бы два района, и Паранайский, и... И Смирныховский. Да. И Смирныховский. Он посередине. Да? Да, он чуть выше Паранайского. И Смирныховский, потому что у них тоже выход появился бы. Они... А сейчас они везут все, вот так вот по кругу везут. По восточному побережью, выходят на Южный, потом идут на Хомск. Понимаете? Александр Ильич, я немножко посмотрю, то есть через них все. А? Через них все. Подумный вопрос, потому что, мне кажется, это коридор интересный. То есть, пока первое, что это не надо, после концепта, понятно, да? Паранайский углеводчик, но Паранайский круг мелкий 2 метра. Из него ничего не вызывает. Они построят порт, они закупили там. Там вообще, вот на Сахарине, насколько я знаю, там везде углубление, это базовый процесс, даже не обсуждается. Да. Рельеф сложный. Да, да. Там все заволакивается, заедет плюс по родам и так далее. Поэтому искусственно, поэтому китайцы не сомневаются. Они, если Амур, перенаправили поток, то есть, закидали мешками с землей, то там углубить ход, они вообще это не рассматривают вопрос. Ну, им же дали все эти исходные данные. То есть, углубление все равно будет, оно везде будет. И углеводчик недостаточно. И углеводчик надо углублять. Уже закупили, Морспорт, он закупил, сейчас там ремонт шло, КБУшный, купили буксеры, и купили земснаряд в Японии. Вот он пойдет в углеводский район углублять. Я думаю, там падает спорта гугля. Да, да, в Шахтерский. Потому что там сейчас грузится рейдово, и боржа там ходит 800 тонн, она наберет, и там поставили с грейфером этот экскаватор такой, скажем, вот. Я все-таки думаю, если делать это, хотят подходить, чтобы подходить. Углубление не будет самая дорогая операция? Да нет, конечно. Сумочайше. Тебе не надо по всему-то, ведь залива там, что просто тутовато будет, да? Я убедился в одном, что где японцы что-то пытались сделать или делали, они глубоко прорабатывали эти вопросы, и там как раз только можно либо построить, либо дорогу проложить, то есть они очень хорошо к этому делу подходили. Нет, вот углеводство, парадайский, коридор... Вот там порт, вот порт они там и собирали строить. Я вот говорю, запросто можете посмотреть сами, как она в дамба идет, посмотреть в углеводорский район, и смотреть в углеводорху, и туда уходят, дамбы уходят. Это они начали строить. Если они стали строить, они... Все, что они построили, это мы только сломали. До сих пор еще работают. Так что все эти порты, это все ими построено. А в Александровске, там что-то Чехов высаживался, вот там продают эти срубы, засыпанные камнями. Вот это так порты построены, и вот такой остался. А это все же построены, либо модернизировали чуть-чуть, либо это. Это все японцы. Еще что-то? Какие-то мысли? Александр Александрович, какие-то мысли? Когда вы едете в Львовск? Заходят завтра. А? Заходят завтра. Хорошо. Как раз экраноплавный, курил. Очень интересно. Там есть... Очень важно, что там шахтерские действительно... Уже получили аэропорт, как само регионального, серьезного значения, и тоже его надо... Ну, там дальше вопрос оборотов. Потому что нарубка мало. То есть, если можно заменить, там один корабль только ходит, то действительно какая-то альтернатива транспорту. Кстати, даже Совгавадни и Ваняны, они не имеют нормального аэропорта. Они все ездят из Самарского нормального. Нет, там есть аэропорт. Есть. Туда ходят аэропорты, ходят вот эти Ан-24 типа ходили. Нет, там есть военные, но там очень тяжело с погодой. Да. Я сидел в Хабаровске два раза, 12 часов ждал вылета, и только под административным давлением военные летчики под своей слоткой погодой нас туда везли. Потому что просто берег низкая, и километров 15-20 все в тумане, в тяжелом тумане. Потом раз проглядывает, все чисто, потом через 2 часа опять туман. Пока там на тебе время упорчешь, что же опять туман. В общем, в итоге я с большими правительственными делегациями, комиссиями, меня даже бывший руководитель Лос-Космоса обвинял в том, что я специально туда в Мурыжу, потому что шла борьба между Амурской областью космогромом и Иваном, где и дело. И он считал, что я специально там не держу в Хабаровске и прочее, что я не хочу туда везти. Ну, в общем, поэтому нет, вообще, как бы, понятно, понятно, то есть Артемс тоже меняться будет. Хорошо, Александр Михайлович, да, здравствуйте. Я сразу тоже мысль поделался про эти инфраструктивные составляющие. Я еще, я, когда готовился, приглашал людей, вышел на связь с Минфором, чуть позже, вот, значит, там пытался у них выяснить, есть ли у них некое распределение, как бы, говорить по регионам, по областям, но мне сказали, что, в общем-то, конкретно по Сахалинской области у них такого, никакого департамента ничего не было. За все отвечают, субъекты, федерации. Да, тем не менее. Естественное образование отвечает за стратегию до 2050-го года. Все правильно. Поэтому я понял, что необходима некая такая идея, что как раз очень навкладывается в тот метод, который вы написали, да, вот эта генерализующая идея, она должна открывать не только перспективу развития, но и подтягивать вот эти инфраструктурные проекты под себя. Если вот это, как бы, действительно, мне очень понравилась эта мысль, правда, я думал, когда, почему нет вот между Паранайском и Блигорском железной дороги. То есть, мне почему-то казалось, что там именно как железная дорога проще должна была подбегать, просто по, ну, не знаю, мне казалось, что там японцы должны были ее построить раньше, а когда историческую справку субъездили. Ну, к 60-му году построить бы есть. А вот, ну, ладно, это тоже не про то. Я про то, что на самом деле необходимо начать даже не с малого, вот как Александр Владимирович говорит, что как бы с 50-ми народ и своими, как бы там, и силами, что-то там, даже если вот какой-то там малоказакот, вот этот булочный, который вот должен был прийти человек на Бешеву. Необходимо действительно некая артерия, через которой новая кровь туда будет заливаться на его. Если вот этот проработать, ну, пускай не железка, но если это будет дорога, и даже если это будет там несколько барж, вот этого нового типа норме, послушайте, они будут продолжить. Все разговоры о том, что дорога дает какую-то стимул, сама по себе ничего это не работает. Поэтому, я как понимаю, мы с Александром Владимировичем, когда он говорит, севереченские казаки. Севереченские казаки это достаточно условно. То есть, речь идет не о том, что только, и так далее. Просто, поскольку там есть, по крайней мере, спаян, негрот, то есть, чтобы не поодиночке, не тысячу атомов привлекать, с которыми потом тысячу скандалов, тысячу проблем, и так далее. Привлекать некое сообщество, которое при этом имеет способность работать на земле, понимать землю, это очень важно. Но, это условно, потому что, если не поеду, там других искать, и прочее, но смысл в чем? Вы сначала сказали слово, тут дорога не облеглюсь. Это важный момент, это важно, экономически, мол, козорога, это все фенички. Потому что, исходно, исходно, что такое Сахарин? Стояла там армия, было 650 тысяч человек, армия ушла с семьей не совсем. И сколько сейчас там? 308, 360, 350, по-моему? 400 с ним больше. Ну, 4, неважно. И две трети. Нет, часть переместилась в Южный, а остальные просто выселились, там поселки все. Вот как это? В этом смысле, почему говорили все время, что Данья Москва, это прежде всего государственная, такая стратегическая задача, что государство, вот это и был государство, рабочие места, армия стоят. Просто армия. То есть, это вообще чистый бюджет, при капитализме, социализме, и так далее. Я это к тому, что если новую армию куда-нибудь посадить, новую, я имею в виду, не обязательно военную. Хотя и военные там нужны, и все специалисты уже устали. Уже уже, я не знаю, что это там, я когда читал там справки реальные по оборонной способности и так далее, там все ужасно, потому что там, ну, просто все открыто. То есть, здесь восток, там открыто. ПВО, там даже локального, там, активно, там туда, и просто нет. У всех выгнали, оттуда и все. Поэтому вопрос все равно встает, идеи, как прежде всего, почему там появляется перспектива. Пусть не сразу, пусть там не с первой недели, не с первого года, не с первого двух, или трех, почему там появляется перспектива. Если такую идею не прорисовывается, то мы построим дорогу, по ней будут, ну, два вагончика, они едут туда, циркулировать, а так внутри. Потому что, монополисты не дадут возить в углекородство, реально, то есть, если не будет мощной общины, мощной политической, региональной воли, то монополисты не дадут, если начнут возить, кого-нибудь застрелят, где уже здесь, стреляемся. Нет, там серьезнейшие, северные площади, там северные зарубки. А вот, еще один момент, вот там железная дорога, да, идет сейчас, обратите внимание, что вот, вы имеете в виду базу, не, вот, вот, смотрите, вот, железная дорога идет, вот она доходит, раньше она шла Южно-Сахалин, с Хомска, железная дорога шла, сейчас ее нет, ее уничтожили, и идет она вот таким макаром, из, как говорится, Хомска, идет до Ильинска, вот, вот она, видите, идет в Хомс, до Ильинска идет, то есть по кругу, вот таким макаром, вот, то есть она была, вот она видна, Хомска Южно-Сахалинс, да, теперь она вот идет на Ильинск, в Сморе, Доринск и так далее, понимаете, по кругу так вот везут практически. Это же хорошо. Конечно, дороже, деньги. Такие простые, это же просто, замечательно. А вот и Япония. Да, вот и Япония. Тут, но, Но по поводу жителей даже, в принципе, ставили вещи, хотя Хакайда считается крайне отсталой территорией, к точке зрения Японии. Если вы посмотрите, кстати, там есть такой остров Симушир. Когда-то там один умный товарищ хотел атомные отходы закапывать всякие, да, бухты. Там есть бухта Броутон, там атомные подводные лодки наши стояли в 80-х годах. В 79-м взрывали, там проход сделали. Так вот, можно найти даже по интернету, что туда заходят иностранные суда, причаливают. Это один из лучших портов, сейчас еще там остался, там один причал не рабочий, а два рабочих. Большие лайнеры стоят. И вот они там по-английски пишут, там, совет марин, там, туда-сюда, там, в раму выдирает из окон, там, как сувениры. Ну, вот представьте себе, такой, что зайдет китайский суд, там встанет, там, и все приведет. Там никого нету. Все заброшено. А это одна из лучших бухт на Дальнем Востоке. Ну, кроме, считайте, если вот оттуда бомбить, на Гавайи ходили, это из Ситрука. Вот, и это Центральная, и Северная Курила, и где можно флот Рыболовецкий. Там же планировалось, так сказать, авокультуру, типа, как Семгу выращивают эти норвежцы. Там и это можно делать, потому что это огромная бухта, и с большой глубиной, там, более тысячи метров, там, и прочее. И она постоянно, вода, прилив, отлив очень сильный, там, ждать приходится этим, по времени, когда зайти и выйти можно. Хорошо, Александр Николаевич, еще что-то. Это такая идея, которая задала мощность на перспективе. У меня на данный момент... Я, наверное, так... По-моему, не знаю. Нет, нет, да. Дальше. Пока нет, да? Да, пока нет. Пытается. Какие-то мысли есть? Понятно. Хорошо. Антон Петрович, как-то возвращается к началу. Ну, опять же, вот я просто... Немножко как-то в комментариях такой. Если, допустим, делать такой же, там, переход, допустим, или здесь базовую форму, как делать, для спирт-клевого груза, там, грузов, там, скажем так, в Тихий океан, там, не знаю, на Американской обережи, или еще куда-нибудь дальше, да, то, скажем так, допустим, строительство той же железной дороги, и друг друга, то есть эти два проекта, допустим, они могут, ну, исключающие, два взаимосвещающие. Если это будет, то здесь, как бы, уже люди будут... Но не безразличная железная дорога, может, шоссей, ну, там, как-то ввести. Нет, 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 я, например, принципиально согласен, я только понимаю, я нормально буду, просто, ну, что я принципиально не согласен. Основные проблемы моста через Насахалин и вообще все эти большие железные дороги, потом там на Северном и так далее, все, это основная проблема, это загруженность. То есть, речь о чем идет? Не проблема 100 километров той дороги до Паранайска, а проблема, что возить. И если не будет промышленного кластера, все-таки не на Севере, потому что там дальше начинается уже климатический вопрос, очень серьезный. Я помню, летом летел, летом очень, там на севере Сахалина, там очень... Я скажу так, от Ногли, там все заброшено, там все заброшено. Паранайский еще порт строит по двум, это, я так догадываюсь, что вот все, кто добывает это нефть и газ, там проекты вот эти, да, шельфовые, везут через Хомский порт, а потом грузят на, либо на, везут такими там машинами, либо железной дорогой дорогой. У них сокращается сразу же, видите, он буквально, вот где начинается, там, тынг и все прочее, вот туда они будут, половина дороги сокращается у них, понимаете? Ну, это тоже можно сделать и, чтобы везли и через этот, и в Легорске часть, потому что там, тем более, она как бы вписываться будет в то, что они, порт этот строит, и как бы получится, уже, видите, короткий путь, и как-то по-другому у них зазвучить, потому что они сами репучешу себе, думают, вот то будем вывозить, лес, которого нету, там, цемент, который по Китаю, китайцы нам возят, в Китай будем вывозить, потому что рынки сбыта же сейчас нужны, а это будет дальше развиваться, имеются шельфовые проекты, но кто их бросать не собирается. Суть здесь в том, что выровняются тарифы, и то, что сейчас выгодно из Холмска, возят там лес какой-нибудь, а не выгодно из Углегорска, потому что нету их просто ультуры. А то, что появится в Углегорске что-нибудь, это не значит, что Холмск умрет. Да нет, конечно. Значит, можно выгодно из-за своего заработка, и в Углегорск получат шанс. Это просто рыбаки начнут просто там наконец-то снова вернуться, откуда они ушли, их выдавили оттуда, они вернутся снова туда, и будут там использовать ту инфраструктуру, что и была. Ну, хорошо, хорошо. Тут как бы вопрос про порт и про дорогу, связь с Холмска, мне кажется, это в любом случае очень интересно. Это, я говорю, такой маленький парнамский эконом, ну, условно. Естественно, сухопутно речь не идет, а про рост. Это правда, про паранайс, он подключится, когда в Углегорск что-то было. Он сам по себе, даже грунтовая дорога есть. И три района, три района получают устойчивую инфраструктурную власть. То есть это как бы действительно, на мой взгляд, очень экономично, я хочу, очень экономично, если, конечно, кто-то собирается жить вообще. То есть если это бросать, то подряд, ну, лежать и все. И теперь моя точка зрения, и, Оксану, не судите строго, но я просто тоже в заключении, потому что там уже надо заканчивать. Значит, ну, во-первых, я хотел бы, чтобы мы как-то это додумали, может быть, в каких-то микротезисах, то есть там, на полстраниц, типа, дооформили туда все это поработать. Но, конечно, надо дальше думать. Все-таки и позиция нужна администрация, и нужно дальше думать, как-то все-таки следующий шаг в серьезном продвижении, в том числе в виде разработки программы и так далее. Здесь мы очень заинтересованы. Что я вижу? Все-таки основной вопрос – это создание некого эксклюзивного формата для областного войны. Согласен полностью про коридор, согласен полностью, ну, то, что я вот сейчас как коридор назначаю, согласен полностью, безусловно, про необходимость включения, пытаться включения в разные программы для уравнивания с другими поврежденными, местами и так далее, а плюс заодно и для сейсмогреплений. Вы, между прочим, знаете, что, по-моему, 230 миллионов в прошлом году не освоили под сейсмогреплений. 230 миллионов рублей не освоили под сейсмогреплений. Правильная программа сейсмогреплений. Вообще, как бы, отшупывая строительство нового направленного установления, есть сейсмогреплений. То есть в чистом виде, а не абстрактно там что-то с тем, что все равно развалится, еще что-то там чистыри вставлять и так далее, это все ни о чем. И специалистов нет, это реально, никто не хочет в этом заниматься, поэтому деньги есть, они просто никто не освоит. Ну и с ворвышем так много, то есть есть много факторов. Ну, а я просто что думаю, конечно, я думаю, что в том числе и для того, чтобы правильно устраивать политический формат некого такого примирения, ну, не в плане сдачи позиций, а в плане негового все-таки труда, мне кажется, нужно продумывать какой-то такой зычный, звучный, простой проект. Я бы не побоялся, например, то, что мы делали в Мусановской народе в 90-летнем, то есть техноэкополис, но там судостроительный, алиэкополис, то есть там как бы нагрузка была на тех, кто, серьезная машиностроительная. А здесь, конечно, нагрузка на экономику океана, на сельхоз, на билу. Крутые. То есть даже не сельское, не океан, а бил. Билу-кластер, билу-нагогу, экономика океана. И я бы видел два таких пункта. Первый пункт – это такой биотехноэкополис, так, биотехноэкополис, да, биотехноэкополис, углеводский. А второй момент – может быть, действительно, начинать переговоры и с Дальневосточным федеральным университетом, который в Дальневостоке исходно позируется, по созданию, а может быть, с нескольким университетом, некого института развития Дальнего Востока вообще. То есть не углеводство вообще, а просто вот конкретный район, где же еще как-то были, не всегда у нас после царских, так сказать, пашин, опытные селекционные станции и прочее, но они должны быть в поле, в реале. То есть нельзя делать институт в Москве. А вот если делать институт при немецких вузах, при отделении Дальневосточного академии на институт развития Дальнего Востока, то, мне кажется, это могло бы, ну, то есть и вот такой био-техни-экополис, это можно было бы по крайней мере сделать таким махалом. А дальше сам был вопрос. Люди, поселок, силиконовые там, или био-силиконовые долины сейчас, я сейчас даже не хочу углубляться, потому что там требуются гигантские сыскания, просто уже предметно, что по экономике, по тому, ну, то есть можно наговорить сколько угодно, надо просто вольт. Ну, а вообще такой вот, например, углеводский био-техни-экополис, что-то такое. Вот такую фишку, какую-то нам дадут, надо сделать. Потому что, действительно, в принципе, в другой стране, безрайцов, где что начинал. Просто основной вопрос, кто герзгилот, кто заточен, кто скажет, будет здесь жить, и так далее, поэтому отсюда и надо искать. Да вот и говорят, что если не получится, все уедут. А я думаю, что не уедут. Если что, мы китайцам сдадимся. Это не надо, это мы не будем обсуждать, хотя био-техни-экополис вовсе не означает замкнутый, наоборот, это международный био-техни-экополис, потому что, что здесь нужно японцы, это не всяких сомнений. Хорошо, значит, тогда подумаем, вот про этот коридор развития транзитного микрохозчика, для меня совершенно неожиданная мысль. Дело в том, что они зацепились, и этот губернатор зацепился за Паранайский порт. Я говорю, ну, чем возить, они не знают. Зачем китайцам понятно? Они все, им все нужно. Им все нужно. А вот это, а тут как-то оно по-другому зазвучит у него, понимаете, это все. Он скажет сразу же, может, поэтому я вам предлагаю, условно, углеводство Паранайский, транзитное коридор развития. Все обсуждали, делают, там жить, чего, дорога, асфальт, не асфальт, железо, да это уже как бы второй вопрос. Важно, что начинать просто два порта, которые не на тысячу километров, а вот действительно там сто, со всеми закрутациями, сто километров, это очень важный момент, потому что все-таки основной это Южно-Сахалинск, Омск, а нужно делать некий следующий рубеж заселения, если обсуждать. Тут столица или столица второй вопрос, как там, вы говорили про первые секретари, после военного, да, вот, откопа. Но то, что нужно делать второй рубеж заселения, это сто процентов. Ну, он делал это по экономике, он посчитал, что более экономичное и сообразнее там было бы. Вот поэтому он и хотел. Хорошо. Ну, тогда спасибо. На этом мы заканчиваем сегодня нашу работу по этой теме.